Новая выставка «Говорит и слушает страна» станет настоящим подарком поклонникам советской культуры. В павильоне музея «Гараж СССР ретро-мототехника» представлено более 40 единиц подлинной советской техники и несколько зарубежных образцов из фондов Ленинского мемориала. Само название выставки «Говорит и слушает страна» обращает внимание на такую самую важную функцию радио, которая была в советские годы, это то, что это была такая объединяющая, единая технология, благодаря которой люди узнавали о событиях в мире, о событиях в стране. Особый интерес вызывает довоенная радиотарелка «Рекорд-7». Именно с помощью нее большая часть страны 22 июня 1941 года услышала новость о начале Великой Отечественной и, самое главное, узнала о победе. На выставке есть и громкоговоритель «Волга», созданный в Ульяновске. Кроме этого, эта выставка наполнена филаталистическими материалами члена Союза филаталистов России Сергея Леонидовича Левина. Он всю жизнь собирает тему радио и предоставил самые уникальные вещи из своей коллекции. Например, книжку для оплаты за радио. Такие существовали, когда радио только вошло в свой обиход. В коллекции Левина достаточно много конвертов разных стран мира, посвященных изобретателю в области радиосвязи Александру Попову. Перечень его изобретений включает беспроводную систему радиосвязи. И не случайно на одной из открыток мы видим сцену спасения рыбаков. Когда рыбаков унесло в море, быстро к ним обратились с просьбой, не взяли помочь. Рядом находился корабль с радиопередатчиком, туда передали, а они спасли рыбаков. И этот факт вот за свидетельством на почтовых марках, значит, в честь 50-летия спасения рыбаков. То есть, в 1909 году они были спасены, а вот в 1959 году был улучшен марк. Выставка интерактивная. Ее посетители могут попробовать себя в качестве дикторов радио. Коллекцию радиотехники можно будет посмотреть до 31 января 2021 года. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ.